Всем привет! Это видео будет полезно для тех, кто ищет квартиру с идеальной планировкой, а также для тех, кто решил сделать ремонт. Для вас специально я разработал 10 критериев, которые поместил в специальную таблицу и расписал, что с чем сравнивать, чтобы выбрать идеальную планировку. А то, знаете, застройщики там наговорят вам всякого. У нас идеальные планировки, умные планировки, у нас мега трансформирующаяся планировка. И еще много всякой лапши вам на уши навесят. Но наш-то не проведешь. У нас есть четкие параметры, сравнивая которые, вы поймете, насколько хороша планировка. Кстати, эту таблицу вы сможете скачать. Перейдите в описание, нажмите на ссылочку и скачайте эту таблицу. И когда вы будете выбирать квартиру, положите эту табличку перед собой, распечатайте вторую табличку, в которую вы пишете жилые комплексы. И будете ставить оценочки, пользуясь моей наикрутейшей таблицей. В ней 10 понятных критериев, каждый из которых должен в обязательном порядке присутствовать в вашей квартире. То есть в вашей планировке. Конечно, здесь учтено не все. Что не учтено? Не учтены какие-то ваши индивидуальные особенности. Ну, например, вы боксер и вам нужна груша, спортивный зал с тренажерами, турниками, штангами и прочее. Или вы киноманы, вам нужен кинозал. А на втором этаже у нас есть пустая комната, которую я решила, вдохновленная Твин Пиксом, украсить прям под красную комнату из этого сериала. И там у нас будет кинотеатр. Вот это и есть индивидуальные особенности. В моих же критериях все жизненные. То есть все то, что нужно для нормальной, комфортной, удобной жизни. Итак, первый пункт из моей таблицы. И это прихожая. Но прежде чем я начну рассказывать про этот пункт и прихожую, я рекомендую вам все-таки скачать эту таблицу и положить перед собой. Тогда вам будет понятнее, что с чем нужно сравнивать для того, чтобы выбрать идеальную квартиру. Ведь не 3 рубля тратите, а великие миллионы даже. Поэтому нельзя ошибаться. Ваш выбор должен быть идеальный. Итак, первый пункт из моей мега полезной таблицы, которая сравнивает планировки и говорит о том, хорошая она или нехорошая, называется так. Градация интимности помещений. Сейчас я объясню, что это такое. Но пока я не начал, все-таки перейдите по ссылке и скачайте себе эту таблицу. Это целый чек-лист, который не позволит вас одурманить застройщикам. Как в то время лечили колдовство. Значит нам нужно усы ночной бабочки, немного своих, щепотку воды. Для того, чтобы вам комфортно проживалось в вашей квартире, помещения в ней должны быть выстроены в определенном порядке. Первая идет прихожая, вторая кухня-гостиная, третья детская и четвертая спальня. То есть наша спальня должна быть самой дальней. Она должна быть удалена от входа как можно дальше. И это идеальный вариант. А когда перед нами квартира, в которой спальня, прямо напротив входной двери в квартиру, это нехорошо. Ну представьте себе такую ситуацию. Пришел посыльный, с этим посыльным кто-то разговаривает, а в это время другой лежит в кровати, болеет, не дай бог. Ну вот так случилось. И вот что-то там какой-то разговор затянулся, а вам из спальни нужно выйти, допустим умыться. И вы не можете этого сделать, потому что в неглиже, как же вам выходить на глаза к незнакомому человеку. Ну посыльный, ладно, пришел, ушел. А если это сослуживец по работе, и вот муж с ним языками зацепились в прихожей, а вы помните дверь в спальню напротив, и вы выйти не можете, или вам одеться нужно выходить, или ждать пока он уйдет. В общем согласитесь, это некомфортно. Вот что такое градация интимности помещений. Помещения должны быть выстроены в определенном порядке. В таблице это написано. Напоминаю, что таблицу вы можете скачать. Второй пункт. Прихожая. Вам нужно представить, что вы всей своей семьей пришли в эту квартиру, которую собираетесь покупать, или которую собираетесь переделать, зимой, с зимней прогулки. И допустим вас 4 человека, и вам всем нужно одновременно раздеваться, разуваться, а потом уже проходить в квартиру. Представьте, как вы это будете делать в прихожей размером метр на 2 метра. Да никак. Вы по очереди будете заходить. По двое. Первые двое пошли, потом вторые двое пошли. Это же неудобно, согласитесь. Так вот, прихожая должна быть нормального размера, в которой все одновременно раздеваются. Какого размера она должна быть, у меня все прописано в таблице. Первый столбик. Здесь написано, как должно быть идеально. Второй столбик. Здесь написано, как должно быть, чтобы, ну, сойдет. А в третьем столбике написано, как неприемлемо. Я его назвал отстой. Дорогие друзья, вы это все можете совершенно бесплатно скачать и пользоваться, чтобы выбрать идеальную для себя квартиру. Так вот, прихожая очень важна. В прихожей, помимо места, где мы раздеваемся, должен быть большой шкаф. И в этот большой шкаф должно поместиться много вещей. Верхняя одежда, обувь, шапки, шарфы, перчатки, чистящие средства, возможно, какие-то поводки для собачек. А если у вас маленькие дети, то это куча всяких штуковин, которые они таскают с собой на улицу играть. В песочек с горочки кататься, санки, самокаты, лопатки и прочая ерунда, которая тоже будет захламлять все. Поэтому в идеале это гардероб. В прихожей. Но если нет такой возможности, хотя бы шкаф. И шкаф должен быть большим. Каким? В таблице я написал. Про прихожей стоит сказать вот еще что. Многие не дооценивают это помещение, а напрасно. Прихожая, если хотите, это мостик, переход между миром общественным и миром частным, то есть нашей квартирой. Мало того, что мы там раздеваемся, прихожая нас как бы подготавливает к тому, что мы должны увидеть в своей квартире. Но меня жизнь тоже к такому не готовила. Если мы, попадая в нашу квартиру, натыкаемся на валяющиеся ботинки, висящая на гвоздиках, куртка и прочая одежда, это все будет создавать такой визуальный шум, который, конечно, никакого отношения к дизайну не имеет. Поэтому прихожая должна быть уже красивая. Она должна быть по размеру такой, чтобы соответствовать квартире. Если квартира маленькая, то и прихожая поменьше. Если квартира большая, то и прихожая должна быть большой. И вот тут для меня не очень понятно. Вы на это внимание не обращаете, а вы обратите. Во многих квартирах, которые вы выбираете, прихожая часто очень маленького размера. Такого, что даже шкаф некуда поставить. А квартира при этом большая, 150-200 метров. А прихожая, как коробка из-под холодильника. Ребята, да вы что, шутите что ли? Вы покупаете 150-метровую квартиру, а в ней вот такусенькое прихожая. Такого быть не должно. В таблице я написал, какой должна быть эта самая прихожая. Ну, а я иду дальше. Пункт номер 3. Кухня-гостиная. Да, я считаю, что кухня и гостиная это должно быть единое помещение. Чтобы было единое место, где собирается вся семья. Так вот, кухня-гостиная. Почему она должна быть совмещенной? Но представьте, мы живем в таком динамичном мире, в таком бешеном темпе, что мы постоянно куда-то бежим, мы постоянно чем-то занимаемся и в квартире мы встречаемся-то достаточно редко, вечером. Ну так, чтобы все вместе собраться. И получается, если кухня-гостиная разделены, то жена готовит, муж в зале, смотрит телевизор, ну как правило. Это во-первых. Во-вторых, мы ведь покупаем квартиры такие, чтобы поэкономить квадратные метры, потому что они дорого стоят. И получается, что у нас по отдельности эти помещения тоже не очень большие. А вот если их совместить, во-первых, мы получаем большое, просторное, светлое, одно пространство. Во-вторых, в этом пространстве мы все постоянно находимся, общаемся, обмениваемся какой-то информацией. Ну вот вечером, например, пришли и вместе можем готовить, вместе можем разговаривать, дети тут же где-то. Во-вторых, это очень важно. Это такая семейная социализация. Ну а если этого не происходит, зачем семью заводили? Ну ладно, здесь можно поспорить. Если вы считаете по-другому, можете написать в комментариях, как вы считаете, а самое главное, почему. Ну например, если вы думаете, что кухня должна быть отдельно. А я рассказываю про то, какой должна быть кухня-гостиная в идеальном варианте. Должно быть три зоны. Кухня для готовки, стол обеденный там, где мы собираемся и диванная группа. Кухонный гарнитур должен быть обязательно с островом. Это идеальный вариант, потому что остров дарит нам огромное количество прекрасных возможностей. Ну например, мы можем совместно за ним готовить. Мы же вокруг него можем все вместе встать. Представляете, как круто в субботу утром с детьми печеньки попечь. А может к вам гости пришли и вы вместе решили такую пати кулинарную устроить. Тоже весело. Остров. Когда вы готовите, вы стоите лицом к своим гостям. А если острова нет и ваша кухня стоит вдоль стены, то вы стоите спиной гостям, потому что лицом вы стоите к кухне, то есть к стене. Понимаете, разница какая? В общем, остров это очень удобная штука. Ну и с точки зрения эргономики, кстати, это очень удобно. Если хотите подробнее об этом узнать, вот здесь по ссылочке переходите и смотрите, какой должна быть кухня. Ну а я иду дальше. Стол, обеденный стол, он обязательно должен быть и обязательно отдельно стоящий. Он не должен быть прижат к стене. Если это так, то, во-первых, так некрасиво, во-вторых, так негигиенично, потому что стол, прислоненный к стене, это засаленная стена, потому что вы все время там возите что-то и если отодвинете стол, то увидите вот это вот пятно некрасивое. В-третьих, людям, которые сидят у стены, ну не очень удобно локоть-то не поднять и обеденный стол должен быть. Потому что стол, он же как очаг в современной квартире. Ну, раньше у нас был огонь, а сейчас его нет. Был пацан и нет пацана. Где собираться-то всей семьей? Раньше вокруг очага собирались, а сейчас вокруг стола. Вот такая аллегория. Ладно, дальше идем. Диванная группа. Кому-то нужен телевизор, кому-то нет, но все-таки чаще нужен. Поэтому должно быть место, где мы отдыхаем. Смотрим телевизор, играем в какие-то игры, читаем книги, валяемся на диване, ну и вообще, так сказать, расслабляемся в той зоне, которая называется общее. Вот это и есть диванная группа. И здесь очень важный момент. Комната должна быть такого размера и такой конфигурации, чтобы вот эти все три зоны расположились удобно и комфортно. потому что если мы берем зал например 35 квадратных метров тире 40 квадратных метров и он будет квадратным, то вот в этом квадрате эти зоны расположить очень сложно, практически невозможно так, чтобы это было удобно и эргономично использовалось все пространство этой комнаты. Поэтому помещение лучше смотреть вытянутой формы. Ну, в общем, как и что должно быть в кухне гостиной, чтобы это было идеально, смотрите в моей таблице. Следующий пункт родительская спальня. Но прежде чем я к нему перейду, я хочу сказать очень важную вещь. Многие, посмотрев это видео, начнут кричать Эй, Иван, ты что? Где ты нашел такие квартиры? Где такие прихожие? Где такие квадратные метры в общей зоне? в доме и деревянной полисад. Это что за критерии такие? Такого не бывает, друзья. Бывает. Во-первых, это мои критерии. Это критерии, которые я выработал многолетним опытом. Это критерии, которые вам подарят комфортную жизнь, комфортное проживание, удобную планировку, потому что я их придерживаюсь и делаю все свои планировки именно таким образом. С самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживаюсь. Я слышу своих заказчиков и слышу, что они меня просят, как они хотят и как для них комфортно. И вот переделав более тысячи планировок, я пришел к таким критериям. И сейчас этими знаниями я с вами делюсь. Если у вас есть какие-то свои мысли по этому поводу, то обязательно напишите в комментариях. Ну а пока говорим про спальню. Спальня родителей, какой она должна быть? Я считаю, для комфортной жизни и для сохранения интимных отношений в родительской спальне должно быть три помещения для комфортной жизни. То есть это гардероб, это ванная и собственно сама спальня. При этом сама спальня не обязательно должна быть большой. Ну конечно, если у вас есть много квадратных метров, то пожалуйста. а если они ограничены, то спальню можно делать и поменьше. Ведь фактически в спальню мы приходим только спать, но нам нужно где-то переодеваться и для этого очень хорошо подходит гардеробная. Не шкаф, а гардеробная. Потому что если мы представим такой сценарий, когда один из супругов спит, а второй встает, чтобы одеться и пойти на работу, то когда шкаф в комнате, то это будет второму мешать, ведь нужно будет включать свет, а в гардеробную вышел и там спокойно одеваешься. Ну плюс звуки какие-то, шум, стуканье вешалок об шкаф. Третье помещение это ванна. Это тоже комфортно. Ну когда мы так сказать взрослыми делами позанимались, чтобы нам не выбегать в коридор и не пугать детей своим видом, лучше пусть это все в нашем пространстве будет происходить за одной дверью. Мы сразу можем проследовать ванну. Ну или просто когда вы утром встали, вы сразу же проходите ванну, так сказать, в чем спали, в том и идете или без всего идете, если ни в чем не спали. Сразу же в ванну, приняли душ, вышли, в гардеробе оделись и уже выходите в свет, что называется, то есть куда-то там в общее пространство, чтобы выпить чашечку кофе, чая, ну или еще чего покрепче. только такая конфигурация дарит вам по-настоящему комфортное проживание. Друзья, поверьте моему опыту и поверьте тем заказчикам, которым мы сделали именно так и теперь они просто счастливы и не мыслят, а как может быть по-другому. Так что пользуйтесь этим. Мастер спальня должна быть, ну или должна быть возможность сделать мастер спальню. В идеале, конечно, чтобы в этом пространстве еще была будуарная зона, а еще бы неплохо и личный кабинет, где можно уединиться, почитать, помолиться. Твою мать, красотища какая. Деньги посчитать уединенно. Ну, кстати, если что, и сейф с оружием туда же можно поставить. Ну, а я иду дальше. Пятый пункт. Детская. К детской нужно подходить не как к комнате, а как к территории. Сейчас объясню, что имею в виду. Дети это такие ребята, которые стремятся с собой заполонить все пространство, заполнить его и не оставить ни единого свободного уголочка. Поэтому, ну, во-первых, нужна мастер спальня, про которую я говорил ранее, а во-вторых, должна быть такая территория, на которой этим детям будет комфортно находиться. Детей нужно делить по возрастам. Ну, сначала это груднички, понятное дело, потом дошкольники, потом младшие школьники, потом постаршие, подростки, ну и так далее, юноши. И в этом смысле хорошо бы им делать территории. Например, если у вас несколько детей, то в идеальном варианте это несколько детских комнат, две или три, ну, смотря сколько у вас детей, пускай они будут небольшими, и это комнаты для сна и отдыха. Между этими комнатами одна большая, одно большое пространство, так называемая, игровая. Где они скидывают игрушки, ползают, там валяются, что-то делают, играют друг с другом, ну, а когда захотели поспать, ушли в свою комнатку. Во-первых, не мешают никому, а во-вторых, есть место, где они могут полноправно разбрасывать свои игрушки, беситься, встречаться, что-то там еще устраивать, гостей встречать. Ну, зачем толпу детишек вести в спальню, чтобы они прыгали на кровати? Не очень это хорошо. Если ваше пространство ограничено, то тогда нужно стараться комнату поделить на две части. Одна для активности, другая для спокойствия, то есть сна и переодевания. Когда ваши дети подростки, то эта территория должна превратиться как бы в квартиру, которая находится в квартире, то есть квартира в квартире. Сейчас объясню, что имею в виду. Это такая автономная территория, в которой есть своя ванна. И в идеале какой-нибудь чайничек с каким-нибудь пакетом печенья, чтобы они в случае чего и тут могли попить, и в туалет сходить, и тут гостей встретить, и вообще оставаться на этой территории автономно, не выходя в общее пространство. Почему? Потому что подростки, это же такие ребята, у которых гормоны начинают играть, у них переходный период, они же максималисты, они сами все знают, не мешайте им жить, лучше помогите материально, как они говорят. Так вот, чтобы сохранять отношения, лучше дистанцироваться. А как вы можете дистанцироваться, если у вас спальня друг напротив друга и общая ванная комната? Сложно это сделать, поэтому лучше сразу предусматривать такую детскую территорию. Ну, если у вас свой собственный дом, это, конечно, идеальный вариант, и сделать это без труда. А вот в квартире нужно постараться, но об этом нужно думать, если вы хотите сохранять хорошее отношение, комфорт, уют и спокойствие в вашем доме. Кстати, такой же принцип подходит для родителей. У кого-то дома живут родители, чтобы за ними ухаживать, как-то помогать им, и поэтому для них тоже нужна вот такая своя территория, чтобы, так сказать, не было конфликтов интереса, ну, на кухне, например, или еще где-то. А так они ушли к себе, как бы вот в квартирку, но зато под присмотром. Понятно, что такое детская территория и какой она должна быть в идеальном варианте? Все это вы можете посмотреть в моей таблице. Здесь я написал, какая детская идеальна, какая детская сойдет, а какая не должна быть ни в коем случае. Все это есть в таблице, которую вы можете скачать. Я напоминаю, по ссылке под этим видео. Кстати, совершенно бесплатно. Вот такой бонус. А я перехожу к следующему пункту. Пункт номер 6, который называется хранение. У нас, современных людей, очень много вещей. Это не как раньше. Ведь хрущевки рассчитывали с тем расчетом, что у нас у каждого одно полотенце, мыльница, зубная щетка, одни брюки, одна кофта, рубашка и пальто. Сейчас это не так. Одежда у нас гораздо больше, ее становится больше и больше. У нас есть одежда, которую мы носим, у нас есть вещи, которые мы храним и так далее и тому подобное. Одних игрушек целый ворох. Я уж молчу про рыболовные снасти и спортивный инвентарь, с которым вы ходите на тренировки. Где все это хранить? А хранение это очень важная составляющая вашего комфорта. Ведь если вещи будут валяться, то это не доставит вам никакого удовольствия и никакого дизайна это вам не добавит. Так вот, прежде чем приступать к дизайну, нужно разобраться с тем, где будут храниться многочисленные вещи. В идеальном варианте, в идеальном мире. Кстати, который мы можем создать сами своими собственными руками, должно быть так. Пять видов хранения. Первое, для верхней одежды. В идеале это гардероб в прихожей. Второе, для личной одежды. Футболки, пиджаки, трусы, носки, лифчики, а также постельная. В идеале это тоже гардероб. Но, например, в спальне родителей, про которые я говорил ранее, ну, можно и шкаф. Третий вид, это постирочная. Никаких стиральных машин в ванной комнате, боже упаси, это должна быть постирочная. Почему? Потому что к стиральной машине вспомните, что еще идет. Корзина с бельем, грязным, химия и чаще всего еще и уборочный инвентарь, который тоже нужно где-то хранить. Где вы будете хранить ведра, швамбры, пылесосы, прочие приблуды, которыми вы пользуетесь в уборке. Так вот, если это не предусмотреть, то у вас будет стиральная машина, ванная с грязным бельем и химией, пылесос где-нибудь за шторой стоять. Ну и, так сказать, весь уборочный инвентарь куда-то распихан по квартире. Во-первых, неудобно, а во-вторых, некрасиво. Ну какой нафиг дизайн? Четвертый вид хранения это кладовка. Зачем нужна кладовка? Кстати, раньше кладовкой был балкон, на котором лыжи и велосипеды под потолком хранились. А вот сейчас где вы будете хранить? Ведь сейчас балкон хотят сделать релаксом, столик, стульчик, кофе и смотреть в окно. А, кстати, можно и кабинет сделать из балкона. Но я не про это. Кладовка должна быть для того, чтобы хранить туристический, спортивный, рыболовный, охотничий инвентарь, лыжи, велосипеды, чемоданы, с которыми вы ездите в отпуск. Ну, когда-то ездили, сейчас нам не разрешают никуда ездить. Ты не пройдешь! Не пройдешь! Заходите с вами. У нас масочные! Ну и что дальше? У нас масочные! Вы переживаете, что заражены? Но мы же надеемся, что поедем, поэтому вы все храните чемоданы, гантели, детские игрушки, ну и так далее. Где все это хранить? Кладовка. И пятый вид хранения, про который почему-то все забывают, это хранение в ванной. Вот вы сходите в свою ванну и посчитайте, сколько у вас баночек, скляночек, бутыльков, барбитуратов и транквилизаторов, фен, плойка, бигуди, куча всего огромная, которая, ну, в лучшем случае хранится в выдвижном ящике под раковиной, навалено кучами. Это неправильно. Так вот, хранение в ванной должно быть организовано таким образом, что самые нужные вещи у вас все под рукой, ну, например, выдвигающиеся тумбочки под раковиной, а еще куча всего где-то, чего мы не видим. То есть, нужно предусматривать какой-то шкаф, стеллаж, еще что-то, где все это аккуратненько составлено. И мы это не видим. Вот тогда ваша ванна будет красивой и прекрасной. Поэтому хранение, пять видов хранения, думайте, как его организовать. Ох, я предвижу комментарии, в которых мне напишут, ну, Иван, ты живешь в идеальном мире, где-то ты нашел квартиры с постирочной, с кладовкой. Друзья, но если мы с вами будем этого требовать от застройщика, то он так и будет делать. Если от вас этот запрос будет исходить, то именно так он и будет строить. Ведь почему некоторые застройщики стали делать красивые подъезды и дома, хотя раньше такого не было? Да просто вы на это покупаетесь. Так и хорошо, это заставляет их делать лучше. Это называется конкуренция. И когда вы начнете требовать от застройщика лучших планировок, продуманных планировок, тогда они так и будут делать. Просто мы с вами не привыкли к этому. Поэтому нет ни кладовок, ни постирочных, ни других мест хранения. Обращайте на это внимание. Ну, а если у вас квартира уже куплена, посмотрите на нее, посмотрите на свою планировку и подумайте, как это можно организовать в вашей квартире. Но мы же как-то с этим справляемся, мы же как-то находим во всех квартирах это хранение. Если нету полноценной постирочной, всегда можно найти место в шкафу, куда спрячется стиральная машина. Ребята, если не знаете, как сделать планировку, находитесь в творческом ступоре, пишите в комментариях и я помогу. Ну, во-первых, у нас есть консультации, а во-вторых, у нас есть замечательная студия, где у нас замечательные дизайнеры придумывают вот такие планировки, идеальные, в которых комфортно жить, понимаете? Ну, а потом весь дизайн пишите в комментариях, обращайтесь. Ну, и я напоминаю, что вы можете скачать эту таблицу и пользоваться ей, когда ищите квартиру, потому что какой должна быть планировка, никто же толком не рассказывает, а я даю четкие понятные критерии, по которым можно понять, насколько квартира хороша или нет. Седьмой пункт называется так места личного уединения. Про это вообще никто не думает, ну, точнее, мало про это думают, а напрасно. Нужно думать над тем, где вы можете уединиться, то есть спрятаться от всех ваших домочадцев и побыть одному. Кстати, раньше в советских домах это место было туалет, поэтому там стояли книги. В этом милом симпатичном мужчине, которого зовут Адуван, скрывается страшный маньяк-извращенец, как вы думаете, что я нашла в его туалете? Мы договаривались о чем? Да-да-да-да. Уединился, почитал, так сказать, собрался с мыслями и уже вышел в общество. Но сейчас этот вариант, наверное, не проканает, поэтому какое же место уединения может быть? Например, это может быть кабинет, но, как правило, это относится к мужчинам. Но, кстати, женщины тоже могут себе кабинет завести. Конечно, в идеальном варианте это большая комната, ну, или достаточная, чтобы там стоял стол, стул, диванчик, возможно, барчик для кого-то. Короче, это то место, где вы можете закрыться и побыть совершенно один. Я подчеркиваю, один. В этом и отличие от мастер-спальни, которую я разбирал ранее, потому что мастер-спальни предназначена для двух человек, для супругов, для того, чтобы сохранить радость интимных отношений. А места личного уединения это совершенно другое. Это те места, где нам нужно, необходимо побыть одному. Это, кстати, все психологи советуют, чтобы, так сказать, остываться в здравом уме и добром расположении духа. Это может быть мастерская. Тоже комната, в которой мы занимаемся каким-то творчеством. Если вы не располагаете отдельной комнатой, то кабинет можно организовать на балконе, например. Также можно сделать место уединения в ванну. Но тогда ванна должна быть как комната для релакса, а не постирочно-помывочная. Как у многих, вот, кстати, напишите, в вашей ванной стоит стиральная машина? Вы как золушка или принцесса? Золушка это когда стоит машина, вы зашли в ванну, вам все напоминает о бытовой стороне жизни. Ну, какое тут расслабление? Ну, вот вспомните тайский салон, там же нет стиральных машин. Вы туда приходите для того, чтобы расслабиться, массажик вам сделали. И тогда, погрузившись в эту атмосферу, вы расслабляетесь. Но зачем туда ходить и отдавать им деньги, когда то же самое можно организовать у себя в квартире? Что это еще может быть? Это может быть библиотека, какое-то место уединения для чтения. Если нет возможности получить отдельную комнату, то нужно совмещать с другими помещениями и находить способы, как объединить эти функции. Ну, например, гардеробная тире изба читальня, где можно поставить торшер, кресло. Как мы сделали в одном проекте, мы совместили гардероб и место для чтения. Если таких мест не будет, это очень плохо, дорогие друзья. Когда долгое время вы будете находиться дома всей семьей, рано или поздно вам захочется уединиться. И это нужно делать. А часто это буквально каждый день. Пришел с работы, нужно где-то скрыться на полчасика, прийти в себя, потом уже в люди выходить. Это очень важный пункт. Он настолько важный, что его, может быть, даже стоило ставить на первое место. Но в моей таблице он на седьмом. Но от этого важность его не теряется. Поэтому места уединения должны быть у каждого. Восьмой пункт. Ванная комната. Я уже частично ее затронул в предыдущем пункте. Чтобы комната для релакса сложилась и было все классно, она должна быть достаточно большой. Но не подходит комната это 4 квадратных метра для ванной релаксирующей. Ну что это такое? 4 квадратных метра. А я такое наблюдаю сплошь и рядом. Квартира 200 метров, а в ней ванна 5 квадратных метров. Это что такое? Что нельзя было сделать? 8 или 10? Сейчас опять многие напишут, да ты где такие ванны видел? Такие огромные. Да это еще маленькие друзья. Вот 20 квадратных метров. Вот это ванна. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Вот это комната. С окном. Отдельно стоящей ванной. С креслом. Со столиком. Понимаете какая ванна должна быть? А не вот эти ваши жалкие вот эти вот текусенькие вот эти вот эти 2 квадратных метра. Ну 4. У вас есть совесть? Чингисхан оставлял больше. Гетлер оставлял больше. Ну 5. В лучшем случае 6. Нет. Ванна должна быть большой. Почему вы мне так напишите? Вы напишите потому что вы привыкли к этим маленьким клоповникам, а должно быть не так. Вот просто представьте, что эта комната большая. окно. Светит солнышко. За окном мы видим прекрасный лес. Ну или городской пейзаж. В общем, вне зависимости от того, какого размера у вас ванна, в ней не должно быть стиральной машины, водонагревательного бака, порошков и всякой вот этой ерунды, которую обычно вы там храните. Кстати, напишите, что вы там храните. Пункт номер 9. Называется звукоизоляция. Да-да-да, это очень важная составляющая нашего с вами комфорта. Ну вспоминайте. Веселые скамейки за окном, громкий телевизор бабушки сбоку или какая-нибудь пьяная вечеринка сверху. Мы все это слышим. И сейчас я буду говорить не о том, как ваши стены или пол звукоизолированы, что для этого сделал застройщик, потому что я понятия не имею, что он там засунул в свои перекрытия или стены, какой материал использовал и как звукоизолировал ваши комнаты. Подозреваю, плохо, ни разу не встречал еще хорошей звукоизоляции. Если речь идет о звукоизоляции, то мы всегда делаем звукоизоляцию самостоятельно, когда делаем ремонт. Так о чем же тогда идет речь? Когда напротив вашей кровати двери с унитазом это плохо. Мало того, что это не эстетично, так это еще и слышимость хорошая. Мы просто будем все слышать. Как надо? Надо через буфер. Поэтому между ванной и спальней должно быть какое-то помещение. Какое? Гардеробное? Очень удобно. И вот эти три помещения сформируют мастер-спальню, к слову сказать. Когда у вас за изголовьем вашей кровати находится детская комната, ну тоже вы лишний раз подумаете, шуметь вам в кровати или не шуметь. Ну то есть насколько сильно попрыгать и покричать можно. Если это легкая перегородка, то вы сильно кричать не будете, а это может кому-то доставить дискомфорт. Ну вдруг кто-то песни любит попеть. Если у вас между детской и гостиной тоненькая перегородка, тоже вы громко не будете разговаривать, смотреть телевизор, слушать музыку, кричать, танцевать с гостями, потому что будете бояться разбудить ребенка. Ну и так далее. То есть я имею ввиду расположение комнат таким образом, чтобы они находились друг от друга на некотором расстоянии и через какой-то буфер. Поэтому маленькие коридорчики допускаются, маленькие холлы допускаются. Ну то есть вышел из общей комнаты из кухни-гостиной, попал в небольшой холл, а уже из этого холла в жилые комнаты. Понимаете? То есть дополнительный буфер звуковой. Этот буфер нужен для того, чтобы ограждать звук. Почему ставят две двери на вход в квартиру? Одну железную, вторую деревянную. Для того, чтобы между ними получилась воздушная прослойка. Это добавляет звукоизоляцию во много раз. Понимаете? Так вот, то же самое должно быть в планировке. Ну, насколько это возможно? Подумайте об этом, посмотрите, как расположены ваши комнаты и как бы вам хотелось сделать. В любом случае, это важная составляющая дизайна, потому что дизайн это не только визуально то, что мы видим глазами, это и другие вещи, о которых мы как-нибудь отдельно тоже расскажем. Я постараюсь о них поговорить, но не в этом видео. Десятый пункт, самый мой любимый. Коридоры! Как я люблю коридоры! Точнее, люблю над ними поржать, когда вижу длинные, бестолковые, кривообразные коридоры, которых так много, которые так любят делать застройщики, что у меня складывается впечатление, что прямо это у них фетиш какой-то коридорный. Ребята, коридоры это абсолютно бесполезное пространство, которым вы никак не пользуетесь, кроме того, как идете по нему из одной комнаты в другую комнату. И слишком длинные коридоры не нужны, они никак не оправданы. Ну, некоторые себя утешают, что шкаф туда поставят, так вы его туда ставите, потому что у вас нету продуманного места хранения, гардероба или еще чего-то. Поэтому вы ставите шкаф в длинный коридор. А длинные коридоры это пожирание ваших денег. Сколько стоит квадратный метр в вашей квартире? 100 тысяч? 300 тысяч? Помножьте на квадратные метры коридора и вы узнаете, сколько вы выкинете денег в мусорное ведро на ветер? Нет, конечно, это ваше пространство. Конечно, там горит свет, оно теплое, вы туда можете поставить шкаф или повесить картины на стены. Но объясните мне, зачем вам это помещение? Большое маленький коридорчик? Согласен. А большое зачем? Вы там что, живете? Вы там сидите, читаете, работаете, спите? Нет, вы им пользуетесь 15 минут в день, потому что зашли, тут же вышли, зашли, тут же вышли. Ну, или вот все разы, которые выходите через этот коридор, ну, максимум наберутся в 15, ну, 20 минут. Все, все, больше вы им никак не пользуетесь. Но это же не прихожая, в конце концов, которая все-таки какой-никакой буфер между улицей и между квартирой. Нет, это просто коридор, по которому мы курсируем. Если у вас огромная квартира с большим количеством комнат, тогда, конечно, коридор необходим, но иначе как мы попадем во все эти комнаты? Но если ваша квартира двухкомнатная, трехкомнатная, четырехкомнатная, в ней не нужно большого коридора, зачем нужно приложить мысли так, чтобы его избежать? Пусть эти квадратные метры пойдут на гардеробную, на постирочную, на кладовую. Коридоров больших быть не должно. Это бестолковое пространство. Следите за этим и старайтесь найти такую планировку, в которой не будет такого длинного коридора. Это сохранит вам деньги и подарит полезные площади, друзья мои. Я прошел все 10 пунктов, по которым я рекомендую вам оценивать квартиру, которую вы собираетесь покупать. Конечно, это далеко не все критерии, потому что у каждого из вас есть индивидуальные запросы, о которых я не могу знать, могу лишь только догадываться. В любой квартире, любого размера, маленькой, большой, огромной, эти пункты работают абсолютно везде и абсолютно всегда, потому что нам нужно спать, нам нужно где-то готовить еду, есть, нам нужно где-то встречать гостей, растить детей, нам нужно где-то мыться, ходить в туалет, простите меня за подробности, хранить одежду, хранить вещи, где-то переодеваться, поэтому эти 10 пунктов именно про то, как нам жить. Друзья, понравилось видео? Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, а я в последующих видео буду разбирать планировки со ссылкой на это видео и именно в таком разрезе, что буду сравнивать по этим 10 пунктам, поэтому распечатывайте эту табличку, кладите ее перед собой, и когда я буду разбирать ту или иную планировку, вам будет уже гораздо понятнее, что я имею ввиду. Да пребудет с вами муза! Субтитры сделал DimaTorzok